Ура! 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 Ребят, добро пожаловать в новую серию. Я уже бегу в гараж. Там стоит прицеп, он уже на колесах. Короче, срочно продолжаем. Сегодня плотные движения, поэтому надо быстро начинать. Усаживайтесь поудобнее, погнали! Короче, ребят, ситуация простой. Нарезали все неправильно. Леха, 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 мы в новой серии уже. Ура! Блин, рада вас приветствовать. Я не знаю, что говорить, но я счастлив. Лех, давай быстренько поясним, что в этой серии будет для ребят, что мы будем делать. Буквально пару, ну, пару слов просто. Короче, мы сейчас будем делать разметку для колес, немножко перекраивать нашу раму, совсем чуть-чуть делать замеры для того, чтобы сюда поставить лист. В общем, я думаю, что, чтобы было ребятам понятнее, короче, здесь где-то будут колеса, да. Мы хотим, чтобы колеса, они были как бы внутри листа, они будут являться запорным механизмом, чтобы мотик не катался вперед-назад, один и второй. Поэтому нам нужно сейчас точно понять, где эти отверстия будут находиться. Когда мы будем это знать, нам надо будет отпилить, ну, здесь кое-что будет, наверное, мешать из вот этих. То есть, если колесо, допустим, попадет сюда, здесь нужно будет выпилить и поставить такие распорки. Сейчас прикинули, положили лыжи, потому что, ну, как мы и говорили, у нас прицеп, в принципе, для водного конфига с Лёхой. Отлично влезут два мотоцикла, как мы и планировали. Сейчас нам нужно четко рассчитать, где будут колеса, чтобы вот здесь уже видно, скорее всего, вот эту часть придется выпиливать и ставить поперечины. Там вроде как будто бы пока что... А, тоже, тоже, да, тоже. В общем, придется здесь немножко перекроить. Главное все четко разметить. Мотиков у нас с собой нет, они у нас на зимних шипах, на зимних колесах мы гоняли недавно. Поэтому, в принципе, делаем вслепую, но размеры все есть, мы замерили. Сейчас Лёхой определили, что передние колеса будут заканчиваться вот здесь. Вот здесь удачно, не надо будет ничего вырезать, то есть он четко встает между вот этих двух поперечин. Ну, а сзади придется помудрить, потому что вот тут надо будет... Вот эту поперечину придется распилить, выпилить отсюда кусок и добавить такие параллельные две штуки для усиления. Вот, и плюс сейчас еще надо рассчитать расстояние, вот получается, в каком месте по вот этой части они будут находить. Суменее. Лёха, как я понимаю, приступил уже к проектированию листа, который будет у нас находиться на вот этой верхней плоскости. Короче, решили сделать его из стали 2 миллиметра. Делать будем по-модному, будем делать из двух частей и прорубать отверстия димплами. Это модная тема сейчас. Наконец-то! Симпл димпл крученый! Для тех, кто в теме понимает, о чем я говорю, те, кто не знают, в ближайшее время мы поедем на завод, все покажем, как это будет делаться. Короче, сейчас задача все это разметить, понять, какой будет рисунок, и будем потихонечку готовиться к установке уже листа. Это уже такие заключительные, короче говоря, маневры. Вот, в принципе, все остальное по сварной части, по механической, по подвеске уже готово. Продолжаем. Так, слышу, много матов от Алексея. Леха, что за проблема? У нас листы выкладываются, видишь? Вот наша балочка, а вот лист. Между балочкой и листом 16 миллиметров. Сколько листов-то всего? Два листа. В общем, Степа сделал финальные проварочки последних наших элементов. В нашем прицепе. Сейчас посмотрим, как изменилось у него качество сварочки. Давайте посмотрим. Ну, как по мне, так гораздо лучше стало. Я вот сейчас в труднодоступные места. Ну, вот это было начало. Вот это середина. Вот это финиш. Так, ребят, короче говоря, рассказываю ситуацию. Приехал я уже за город. Сейчас пойду в гараж. Пойду в гараж один, потому что у Лехи была там небольшая операция. Ему нужно сделать перевязки. Примерно там 3-4 дня походить к врачу. Но он обязательно вернется. В нашей хронологии все будет в порядке. Просто сейчас лучше, ну, как бы, лучше отлежаться. Сделать все правильно, чтобы потом не было проблем более глобальных. Так что, ребят, сейчас пойду в гараж. Там есть пару задач, которых я, в принципе, которые смогу сделать и сам. В одну лицо. Это там сварочные работы. Короче, когда сейчас пойдем, посмотрим. Прям, я думаю, что что-то в целях экономии времени у меня получится сделать и сам. У нас, в принципе, как бы особой спешки нет. Ну, как нет? Мы, конечно, хотим успеть все-таки на выставку Эмисс к 29-му числу. Время еще прилично. Но и задач еще тоже немало. Нужно сделать лебедку, листы, короче, электрику. Покрасить прицеп. В общем, работы дофига. Ладно, ребят, я, короче, на фронте. Пойду в гараж. Леха там в тылу чертит. Чертит макеты для резки на лазере. Тоже дурака не валяет. Вот. Мы, как бы, работаем из разных мест, но идем к одной и той же цели. Я думаю, что все будет хорошо. Вроде как будто бы просматривается все-таки то, что мы успеваем. Короче говоря, пойду в гараж. День всего один на все про все. Постараюсь хоть что-то сегодня успеть. Пара-па-па-пам. Значит, так, я в гараже. Что, собственно, хочу? Хочу я, хочу я, значит, вот эти места у нас с Лехой имеются, да? Труба со стенки 2 миллиметра. Она выполняет роль основного, основной как бы усилителя, который идет под шасси. Соответственно, ее лучше усилить максимально. На нее будет большая нагрузка. И вот сюда предусмотрены такие проварные пластины-усилители. Одна идет сюда. Одна пойдет вот на этот угол. И вот сюда тоже хотим усилить, потому что здесь был провар. Немножко это место, скорее всего, прослабило. Нагрузка сюда будет тоже максимально идти на продав. На продавливание, да, вот в этом месте. На этом чертеже видны вот эти пластиночки для усиления. Вот, как я и говорил, здесь, здесь, ну и здесь, да. Здесь у них по-другому сделано. Мы сделали немножко по-другому, но у нас запасом сделано этих пластин. Вот так вот они выглядят. Их нужно будет согнуть. Скорее всего, гнуться они не будут, потому что это шестерка, насколько я помню. Придется сделать, скорее всего, небольшой надпил по центру. И согнуть, и проварить потом. Попробовал сейчас загнуть первую деталюшку. Самое смешное, что вообще с первого раза, чисто на глаз, идеально попал в обрубку. Очень, ребята, вот здесь она будет стоять. Соответственно, по всему периметру будет провар. Ну и потом, наверное, буду защищать бормашинкой. Ну, примерно выглядеть будет вот так. Ну, естественно, вот этот шов, который, точнее, распил, который сейчас сделал, я буду проваривать тоже, чтобы было все максимально проще. Да уж, снимать, короче, и делать одновременно, такое себе, конечно, удовольствие. В общем, запилил я вот эти все штучки. Выгнал под углы, которые по периметру, все совпадают, все четко. Короче, сейчас нужно будет проварить жирно вот эти запиленные части. Сейчас буду варить, не знаю, получится снять или нет. Конечно, одновременно варить и снимать никак. Ну, поставлю камеру куда-нибудь там в уголок, чтобы видно было. В общем, попробую проварить максимально аккуратно здесь. Сверху в любом случае нужно будет защищать шов. А вот эти части, возможно, получится проварить красивым. Если красиво проварить не получится, ну, значит, тогда буду шлифовать машинку. Так, ну что, выставил вот первую деталь. Сейчас буду пробовать обваривать. Ну, вроде такие швы получились довольно-таки приличные. Но я думаю, что, наверное, все-таки стоит их, наверное, обработать бормашинкой. Потому что такая достаточно лицевая часть, которая будет бросаться в глаза. И здесь должно быть все четко. Короче, сейчас обварю все остальные, потом приму окончательное решение. Ой, ребята, даже не знаю, стал бы вообще кто-нибудь так заморачиваться, как заморачиваемся мы с Лехой с этим прицепом. Но поскольку начали делать хорошо, хочется, чтобы уже все было так сделано. Короче говоря, сделал я вот эти пластинки для усиления. Вот так все-то выглядит. Теперь, да, как я и говорил, защистил шов, который был здесь. Зачистил вот эти вот, как сказать, выходы такие, да. А вот эти шовчики боковые я решил оставить, потому что, в принципе, они достаточно аккуратно получились. Выглядит все максимально достойно. Сейчас заберу диски обратно в город. Вон один, второй. Вроде как Вася там уже нашел резину, подыскал, которая подойдет на эти диски. Нужно забрать, переобуть, отбалансировать и привезти их обратно, уже поставить прицеп на вот эти вот замечательные, красивейшие диски. Я думаю, вид сразу поменяется. Ну что, ребят, мы вот соединились с Лехой. Леха, как у тебя вообще здоровится? Да, здоровится лучше. Спасибо, спасибо вам. Короче, Леха идет на поправку. У нас сейчас, на сегодняшний день, три задачи. Первое, забрать металл срезки. Он уже готов. Леха там все устроил, короче, все нормально. Второе, это забрать мотоцикл. Нам он нужен для примерки, чтобы его можно было закатить уже на посадочное, так сказать, место. И все примерить, чтобы все было четко. И второе, забрать еще одну очень интересную деталь. Но об этом чуть позже. Мы погнали. Так, ну что, наконец-то приехали за третьей вещью. Вот этот сундучок мы сейчас заберем и вот эту штуку. Приехали сейчас на базу за металлом, а нам говорят, а сотрудники, которые вам его делали, уже уволили. Сейчас пытаемся вообще понять здесь металл. Ну, пока не видно, да, Лех? Что-то как-то мне страшно. У нас, блин, время. Время реально уже в притирку. Если сейчас нам металл не отдадут, то будет просто миссия провалена максимально. Вроде как сделали, да? Ну, это передняя сейчас, смотри. Это передняя. Только что-то она длинная какая-то. Вот эти зончики, наверное, были быты по всей длине. А Дмитрий... Короче, ребят, ситуация отстой. Нарезали все неправильно. Я просто в шоке. Пока непонятно, что делать. Но не одна деталь нормальная, а вот эта, эта и эта просто в помойке. Братан, это вот просто такой прилипон, блин. Так что в итоге-то? Зачем заканчиваешь? Короче, закончилось тем, что у них при конвертации файла слетела половина наших зубьев крепежных. То есть у нас две пластины металлические, три даже. Мы сейчас покажем где-нибудь здесь рисунок прикрепить. Да, должны были вот так вот вставать друг к другу, чтобы у нас не ходили листы. Вот. Но у них при какой-то чудной непонятной конвертации слетели половина зубьев и, соответственно, были просто ровные полосы отрезанные. Нас это, соответственно, не устраивает. Ладно бы это был в тот размер, который нам нужно, а этот размер уменьшился, соответственно, на толщину зуба. И сейчас в экстренном порядке мы будем переделывать это, чтобы нам выходные не терять, поскольку мы торопимся очень сильно. Так нет, так а погоди, а день, а по деньгам что? По деньгам они все возмещают и делаем мы из торгового металла. Да, короче, это приколы просто нашего городка, как это называется. Короче, я предлагаю, давай поехать сейчас за мотиком. Да, мотик. Где-нибудь, может быть, быстренько перекусим, потому что я что-то аж проголодался очень сильно после такого. Леха, мне кажется, он просто сейчас максимально напрягся, потому что это мог быть и его, косяк легко. Ладно, погнали, короче, сейчас за мотиком. Я думаю, как раз ко времени, как они сделают, мы уже успеем обернуться. Что, Лех, давай, поднимай. Вот так вот, ребят, каждый раз, когда подкатываем мотик вот к тачке, каждый раз у нас возникает примерно такой геморрой. И именно для избежания вот этого геморроя мы как раз с Лехой и делаем прицеп. Понятно, что тачка может быть ниже, там, да, обычный микроавтобус, но все равно, по сравнению с тем, что мы хотим сделать, это все неудобно, короче говоря. Как там Роман Бурундук делает там? Так, приехали второй раз сюда нарезать, посмотрим. Ну что, Лех? Вот, теперь все похоже на правду. Теперь моя душа спокойна. Все, кайф, сейчас забираем, грузим и мчим. Короче, все задачи выполнены. Лех красавчик, потому что я думал, что это он петуха пустил, короче, с этими чертежами. В общем, забрали листы, все четко. Там сталь была, правда, горячая катана, здесь холодная катана, но я думаю, что нам в любом случае этого хватит, потому что у нас достаточно часто эти лаги на прицепе идут и должно держать. Короче, сейчас на закатике уже мчим в область, в гараж. Я думаю, сегодня прикинем, а завтра начнем плотно уже собирать. Я так понимаю, наверное, за этот уикенд прицеп начнет обретать уже совсем законченные черты. В общем, мы с Лехой в предвкушении. Погнали! Итак, ребятки, вот что у нас, в принципе, получается. Здесь мы с Лехой запланировали вот такой X из этих отверстий. Соответственно, вот эти дырки или отверстия прямоугольные, они будут под колеса, понятное дело, да, под мотик. И все это вот так вот соединяется. В общем, достаточно интересно, для чего мы так сделали и почему мы так сделали. Потому что такого большого листа, ну, в принципе, в природе не существует. Вернее, может быть, он где-то и существует, но мы что-то как-то найти не смогли. Максимальный размер, на самом деле, который был найден мной, это полтора метра на три. Даже полтора на шесть. Но у нас внутренняя часть нашего прицепа, она примерно метр пятьдесят семь. И нам семь сантиметров не хватало. Соответственно, делать сюда какую-то доставочку полосу, это не наш случай. Не кайф, не кайф. Не нашлось. Короче, я не знаю, мне в голову пришла, на самом деле, вот эта идея сделать так. И, блин, ну, смотрится интересно, как мне кажется. Ну, реально прикольно получилось. Такое решение такое нестандартное. И, в принципе, ну, спереди, кстати, тоже вот. Получается, два листа у нас тут вдоль. И один получается так. Короче, ребят, я прям вот хожу, и мне прям супер нравится. Вот давайте те, кто нас смотрит там на ютубе, понакиньте лайкосов. Потому что, ну, прям даже вот так уже смотрится прикольно. Есть еще один момент. Вот эти отверстия, они здесь не просто вот так вот останутся. Потому что металл – это двойка. И он, конечно, ну, на наш скелет так прочно получается. Но мы еще решили усилить эти отверстия с помощью, вообще, по-русски, по-советски это называется пуклевка. А если переходить на современный сленг, то штуки, это называются димплы. Вот эти отверстия будут, как бы, не знаю, расширяться вот такой штукой. Конусом вниз мы располагаем сверху. Вот так вот. Соответственно, вот обратная часть ставится с той стороны. И прижимным болтом все это сдавливает. Короче, ребят, вы наверняка видели там это в блогах много у кого. У того же Стивыча и многих дрифтеров. То есть они, это уже давно, давно эта, как бы, фишечка используется в строительстве. Она, в принципе, дает такую прикольную картинку предмету, да, там, какому-то, не знаю, соединению, там, или усилению, косынке какой-то. И плюс она еще, мало того, что за счет того, что сгибается в этом месте сталь, то есть она как дает прочность этому материалу, то есть на сгиб. Правильно, Леха, я говорю? Да, но она не сгибается, она выдавливается. То есть, грубо говоря, формуется. Да, короче, металл формуется, вот правильное слово. И за счет этого приобретает жесткость. Короче, ребят, много слов нам пора делать. В принципе, нам нужно сейчас обварить там пару элементов. Вот сюда добавить нужно будет, потому что здесь, как бы, у нас немножко не хватает одной балки, вот этой промежуточной. Перпендикулярной, да. И я думаю, что надо вот здесь добавить периметр такой. Да, и периметр, чтобы она на нем, ну, на чем-то лежала. И потом, в принципе, можно будет уже все это дело подварить снизу, закатить мотик, проверить по отверстиям, чтобы все подходило. Короче, работа есть. Мы начинаем. Не знаю, как картинка с айфона, но будем снимать так. Погнали! Всем привет! Сегодняшний день мы начали с того, чтобы мы приварили уголок для пластины по периметру, потому что здесь у нас не было никакого крепежа. Вот эти две лаги предназначены для крепежа нашего ящика, который вы скоро увидите. Вот. Что еще? Есть центральная также лага, на которой будут стыковаться листы. Вся эта поверхность из трех частей. Первый стык идет вот здесь. Второй стык идет вот здесь. Соответственно, по краям, там, где вместо стыка, обязательно надо было сделать швеллер. Вот. Леха все сделал, зачистил. Все вот эти прилегающие швы тоже запилены, чтобы листы могли лечь. Короче говоря, сейчас задача у нас еще раз накинуть листы, окончательно все примерить. И мы хотим сейчас собрать мотик, на лыжи поставить его закатить, чтобы точно удостовериться, что он уже стоит так, как мы хотели. Он должен четко колесами попасть в эти отверстия и плоскостью лыж упереться в листы. Поэтому сейчас мы тогда накидываем листы и собираем мотик и проверяем. Погнали! Так, ребят, мотик мы собрали. Сейчас самое интересное, потому что, в принципе, мы, конечно, все рассчитали, но одно дело рассчитать на бумаге, а другое дело, как будет сейчас туда опускаться. Короче, давайте сейчас прям, так сказать, в прямом эфире попробуем вот туда закатить. Еще не пробовали. Лех, давай аккуратненько тогда. По-моему, то, что надо, да? Ну, здесь он точно на лыжи сидит, как мы и хотели. Ну, здесь он тоже провалился. Да, он даже крюсок крутится. Плавный конструктор расскажет сейчас чудеса. У нас все получилось. Наша задача была... Вот сразу, да, настроение приподнялось? Да, вот мотик стоит на прицепе, да, буквально, вот, когда мотик стоит на прицепе, настроение сразу уже ползет вверх. Ребят, короче, задача, Лех, была какая у нас, чтобы... Задача такая была, чтобы мотик стоял на лыжах непосредственно, и, оля, все, тодили вниз. Мы этой задачи полностью достигли, вот. Для чего это нужно было сделать? Для того, чтобы мотик меньше шатался. Катался, шатался, вообще вел себя не видно. Короче, по факту, его сейчас, в принципе, там стяжечками прихватить, и он стоит вот в этом положении, то есть, да. Его шатаешь, а ему топ-бах-бах-бах-бах-бах-бах. Короче говоря, зазоров нет, потом можно там подложить в теории какие-то там будут небольшие прорезиненные такие подушечки, но это, как бы, не совсем не обязательно. Короче, все супер. Лех, расскажешь о том косячке, который все-таки выплыл. Ну, давай, давай, как бы, будем вот, ну, честны с подписчиками. Ну, как и у всех конструкторов, каких-то строителей, да, которые строят что-то с туля, естественно, без каких-то косяков не бывает. И у нас тоже все-таки, вчера Леха радовался раньше времени, но есть один косячок, и находится он вот в этом месте, вот, видите? То есть у нас как устроено? У нас устроено то, что вот эти поперечные балки, они, в принципе, являются площадкой, опорой для этого листа. И задумывалось так, что этот лист должен был доходить вот до сюда, до этого края. Но, не знаю, почему-то получилось так. Ну, я знаю, конечно, почему получилось. Я художник, я так вижу, как говорится. В общем, ребят, да, получилось так, что здесь у нас получилось вот так. И непонятно, что делать. Можно здесь сделать такую пластину, добавить. Но это, конечно, уже будет выглядеть колхозно, потому что все сделано. Когда все сделано хорошо, и есть какой-то узел, где сделано уже не очень хорошо. Ну, короче, на лазере можно вырезать ровно, болгаркой так не вырежешь. Поэтому, наверное, решение сейчас будет принято такое, что мы просто... У нас нам позволяет, на самом деле, мы сделали с запасом вот этот вынос. Мы сейчас просто, скорее всего, отпилим тогда вот так. И, как бы, эту балку перенесем сюда внутрь. То есть, расстояние нам позволяет это сделать. Ну, да, немножко поработать придется, наверное, часа два мы на это убьем. Ну, что делать? Зато будет красиво. Короче, самое главное, что мотик сейчас уже стоит на прицепе. То здесь рассчитано все точно, не надо ничего переделать. Это самое главное. А эти мелочи мы сейчас быстренько допилим. Братан, ну, не расстраивайся. Пока у нас мотик на прицепе, у нас есть возможность распределить и понять, где нам нужны крепежные пластины для того, чтобы крепить все-таки мочки к прицепу. Есть два варианта. Либо мы ставим рэм-болты, которые мы непосредственно крепим в рану. Скорее всего, мы делаем какое-то отверстие, втулку, резьбу нарезаем и вкручиваем рэм-болт. Либо мы ставим, привариваем вот такие элементы. Их немножко подгибаем, потому что все равно угол должен быть. Рано или поздно. Если даже их ставить так, то они согнутся. Есть еще третий вариант. Я предложил сделать пропилы здесь в центре аккуратные, да, и вставить их внутрь и провариться аккуратным швом. То есть это, в принципе, как мне кажется, будет достаточно аккуратно смотреться, но геморрой, конечно, прибавится с этим. Сейчас прикидываем точки крепления, которые пойдут с мотика, и, соответственно, здесь, получается, в центре будут для растяжки, такой будет V-образный. То есть идти сначала там крепиться, потом идти крепеж на мотик, на руль, допустим, сюда. Здесь будет продеваться через петлю, идти на второй, и уже будут уходить сюда. То есть сразу будет одним ремнем крепиться два мотоцикла, получается. Сейчас, короче, разметим, и будем принимать решение, как все-таки устроить этот крепеж. С учетом того, что мотики даже без лыж, в принципе, не будут иметь вот этого катания вперед-назад за счет того, что у нас там сделаны вот эти наши посадочные отверстия, то, в принципе, у них остается только вот это боковое качение. Я думаю, что двух ремней, наверное, и правда будет вполне достаточно. Так на глушак будут давить. Передние определили, с задним пока чуть никак. Ребята, это труба. Пол первого ночи, и мы только что целиком закончили сварку каркаса под листы. Это, конечно, трэш. Посмотрите, сколько, блин, всяких этих перегородок в итоге получилось. Питал, кстати, практически весь ушел. Вот. В принципе, мы готовы к установке листов, но я думаю, что, скорее всего, все-таки мы сейчас повременим, потому что хотим поставить вот эти крепежи для ремней, для мотика, потому что когда мы здесь будем приваривать, весь этот шлак полетит на листы, и не хотелось бы их просто поганить. Ребята, очень важная деталь. Очень важная. Вы, наверное, помните, какие там шовчики были у меня вначале. Хочу вам похвастаться своей прокачкой. Теперь это выглядит примерно вот так. Не, ну зацените, реально круто получилось. Где еще? А вот еще. Леха, блин, просто счастлив. Он когда увидел, у него-то, ну, короче, челюсть упала прям сюда. На металл. Короче, на самом деле прикольно. Ну, конечно, сварщиком быть не стремлюсь, но все равно приятно. После вот этого всего трэша, которого я сварил, вот это, в принципе, закономерный по ходу исход по сварке. Еще по поводу креплений. Короче говоря, ну, задумывалась изначально тут такая вот достаточно сложная конструкция. Такие изготавливать пришлось бы кронштейны, в них вставлять пластину, которую гнуть, либо просто приваривать сюда, к стенке, получается. Можно было приварить сбоку. Вот, я предложу вот такой вариант. Сейчас сделали пилотный такой, тестовый вариант. Короче, выглядеть это будет вот так. Получается, просто делаем пропил, вставляем сюда. Здесь она, каждая будет упираться жестко вот в этот угол, чтобы угол был одинаковый. Вот, и просто здесь провариваться по шуму. Мы немножко сделаем ее покороче, потому что это очень длинная. Ну, суть примерно будет такая. Это ускорит весь процесс и, в принципе, смотрится достаточно хорошо. Сейчас будем делать. Нам, получается, нужно две сзади и две спереди. Четыре штуки по бокам и по центру пойдут у нас рем-болты. Мы немного поспали после вчерашнего упорного дня. Вчера мы приварили кольца для ремней боковые. Теперь осталось нам сделать центральные. Прям болты вкрутить. Для этого нам нужно разметиться. Соответственно, по центру где они будут вставать. Это примерно вот здесь он будет вставать. Да. И второй вот, соответственно, там. Мы это делаем для того, чтобы... Ну, сейчас опять накинули листы. Сейчас надо засверлиться. Именно в том месте, где будут стоять рем-болты. Чтобы потом снять листы, вварить туда втулку и нарезать резьбу. Потому что если мы сейчас вварим туда втулку, то потом непонятно, где будет сверлить этот лист. Центральные рем-болты решили взять вот такие. Потому что здесь будет проходить ремень. И он, как бы, будет, ну, получается, скользить там. Если поставить такие же, как у нас здесь. Они, в принципе, у нас еще есть. Он там в запасе. Ну, они будут перетирать ремень. Поэтому взяли вот такие шестнадцатая резьба. Она, кстати, видите, здесь идет не до конца. Поэтому просто не получится ее туда вкрутить в нашу трубу. Она как раз попадет вот на эту часть. Поэтому нужно туда вварить втулку, чтобы по всей резьбе она туда четенько закручена. Так, ребят, ну что? Сейчас вытащили прицеп на улицу, пока светло. Решили проварить обратную сторону. Короче, ответственно заявляю, что швы с обратной стороны точно лучше, чем стой. Ну, благо, стой они зачищены, потому что у нас листы. Ну, короче, я думаю, что сварщик четвертого разряда мне можно уже присваивать. На самом деле, по сварке походу все. Швов капец сколько много. Я вот насчитал с этой стороны только 120 швов получилось у меня. Вот сейчас закатываем обратно в гараж и будем тогда уже заниматься. Лех, а что у нас по плану-то вообще? Трап. Трап, да? Да. То есть пока мы не одели листы, да, чтобы их не обосрать? Ну, да, и потому что у нас нет одного инструмента, чтобы нам делать пуклевку. А нам нужно сделать на некоторых отверстиях сначала пуклевку, а потом только накладывать листы. Короче, сейчас закатываем и занимаемся трапом тогда, да, как я понимаю? Сейчас немножко покачаемся. Блин, да, на самом деле поросенок такой получился. Мы его вдвоем вот оттуда переворачивали сюда, короче, на эту сторону. Ну, на самом деле, еще килограмм бы, наверное, 30-40 на нем было, мы бы не смогли бы это сделать. Я не знаю, как там на видео это смотрится, но он реально получился капец какой-то. А листы? Так, на минуточку. Порядка соточки будет. Только листы, короче. Вон они стоят. А тут, как бы, вон сколько металла лежит. Ну, короче, потом попробуем заехать на весы, взвеситься, сколько в итоге получилось. Ну что, ребят, наша хронология потихонечку близится к своему логическому завершению. У нас, в принципе, осталось всего два узла, которые нам нужно сделать, ну, не считая там каких-то мелких доработок. Первое, это трап, который мы сейчас будем делать, закатной трап под, ну, понятно, под прицепы. И лебедка, которая будет стоять вот здесь и будет управлять подъемом вот этой и второй рамы. Леха тут уже подразвесил чертежи новые на стеночке, чтобы все было визуально понятно. Примерно это будет выглядеть вот так, в схематичном виде. Лех, с чего мы вообще начинаем? Расскажи, как бы, нашим подписчикам, потому что есть люди уже конкретно интересующиеся. Дорогие наши подписчики, начинаем мы, собственно, с чего? Начинаем делать раму под пластину, которая называется у нас трапом. Собственно, она будет выглядеть примерно вот таким вот образом. Вот, изначально мы варим раму. Дальше мы напиливаем петли из трубы, потом... Это ты сейчас про трап, да? Да, да. Ну, про лебедочку-то рано еще рассказывать. Короче, получается, основной это рама, потом вот эти кругляши, да, что-то опять мне точить, видимо, придется. И все это будет подъемный механизм. А вот это что, братан, напомни мне? А вот это вот для тебя самая интересная история. Пять для меня. Тогда для тебя должен быть. Для Степы Токаря. Токарист, шестой разряд. Нужно найти какой-то необыкновенный пруд. Пруд? А озеро не подойдет? Нет, пруд. Т-х-х-х, на конце. Вот, выточить трубки, не трубки, а стержни, я бы сказал бы, да, которые будут соответствовать диаметру отверстия нашей петли. И, собственно, для чего все это делается? Да, для чего все это делается? Давай, ты вот тоже не это самое, не нагоняй. Это ручка. Ручка стопор, которую мы, если вытаскиваем, можно трап будет положить на землю. Короче, парни, у трапа два положения, как я понял. Одно, соответственно, открытое, другое закрытое. И чтобы можно было зафиксировать в этом закрытом положении. Лех, правильно я говорю? Да, да, да. Тут будет какая-то хитропопая механизированная штукенция, которую нужно будет сделать. Ратан, давай начинать, правда, уже вот это вот балабульство надоело, потому что время как бы не очень много. Ребят, листы, это просто положить, подварить. Это считаю, что мы это сделали. Короче, у нас задача раз, это трапик. Задача два, лебедка. Выходим на финишную прямую. Погнали. Так, ну что, как вы видели, Леха нашинковал трубу 22-ю, 16 мм внутренней. С трапиком тоже не все так просто, на самом деле. Потому что здесь вон какая конструкция у нас нарисовалась. Сейчас пытаемся разметить, чтобы приварить все с первого раза, чтобы потом не переделывать. Суть в том, что она должна четко открыться и не задевать, не за лист. Короче, ну, чтобы углы совпадали для нужного открытия. Вот, поэтому уже часа, наверное, три уже его делаем. Или больше, даже четыре. Ну, пока что все вот-вот в таком вот виде. Продолжаем дальше. Что я вам хочу сказать, господа. Да, что-то мы подзаманали сегодня вообще капитально. Время там уже, наверное, в 12, да? В 12.03. В 12.03, что ты хочешь? Что? Да нет, это все фигня. Давай. Короче, Леха был главным конструктором вот этих петель. Сейчас, как бы, я хочу прямо на камеру, чтобы он снял струбцину и показал, как у него это откроется. У меня есть сомнения небольшие. Я единственное, что сделал вот во всем этом узле, вставил сюда просто напильник. Потому что у нас степа пока нет. Так, а что выперлась-то, наверное? Вот. Вау, славку твою, славка. Где, где? А, вот здесь, да, упирается. Ну, а так в остальном похоже, что... Леха, кроссовчик. Твой кучка. Набросали с Леха вот такой вот чертежик. Короче, это рама самого вот этого трапа, который у нас будет. Обязательно нужно сделать рамку под номер. Потому что номер куда-то крепить надо, тогда, соответственно, прикрепить его некуда. И думаем здесь сделать с этой стороны такую же и написать хэштег с названием нашего проекта. Вот, поэтому, ну, предварительно так. Сейчас будем все это перевоплощать в металл. В принципе, очертания трапа, как вы поняли, у нас уже появились. Сейчас, чтобы нормально здесь все обварить и выставить все это в уровень, нужно сюда изготовить будут пальцы. Леха тут где-то надыбал в серженечке. Сколько они миллиметров, братан? 22. 22 миллиметра, а нам надо 16. Но вот так они, кстати, выглядят. Вот они. Их тут аж раз, два, три, четыре. Нам, в принципе, нужен 16 диаметр, да, внутри петли. Но, поскольку здесь у нас есть запас, мы как раз сделаем такие шляпки, грибочки, которые будут закрывать эти петли. И я думаю, что можно, попробуя, наверное, братанчик изгалиться, но такарки, да, сделать их скручивающими. Чтобы они, как бы, с двух сторон зажимались. И здесь сделать одну ответную часть. Короче, папа, мама, чтобы одна вкручивалась в другую. Попробую сделать, наверное, время, конечно, естественно, как всегда займет. Но, чем мы дальше приближаемся к концу постройки прицепа, начинаем больше заморачиваться по качественности постройки. И это нас немножко отодвигает. Уделяем внимания мелочам. Но назад дороги нет. Поэтому будем делать. Так, ну, примерно, наверное, часа три, наверное, мы убили. на два стержня. Я уже несколько раз пожалел, конечно, что мы решили так делать. Короче, суть в чем стерженек, да, с двумя такими вот. Такими вот. Вот он неполнотелый, он, как бы, вот такой вот получается. Разборный. Оп, оп. Так, один мы уже вставили, получается, вот он здесь. Вот так все выглядит. Вот там внутри. Соответственно, второй. Суть в чем вставляет все вот так. Ну, сюда мы приварим еще одну, и собираться все будет вот так. Ну, для наглядности просто в разобранном виде. Ну, понятно, как это было. Примерно так. В общем, Степа сейчас будет проваривать петли. Что вы скажете, господа? Что там, там, это, по-моему, пора менять вид деятельности. Я буду с мотик, короче, со сварочником на мотике ездить, если еще мало ли где подварить, быстренько. Короче говоря, парни, приварили мы две петли целиком полностью. Нормально все работает. Вот она открывается, закрывается. У нас есть механизм, который будет запирать вот эту штуку, чтобы она стояла вот в этом 90 градусном угле, в транспортном положении, когда мы, грубо говоря, передвигаемся. Сейчас пытаемся разработать. Сейчас покажу, как это будет выглядеть на чертеже. Здесь мелковато, но видно. В общем, это вот эта ручка. И здесь подпружиненная. Пружину мы уже тоже купили. Надо привезти. Вот здесь покрупнее видно. То есть, получается, за эту ручку дергать надо будет. Вот она. Ты за нее дергаешь, вся эта конструкция отодвигается. И за счет того, что в последней петле вот такой паз присутствует, она как бы туда защелкивается. И вся эта конструкция фиксируется. Короче, подумать придет сейчас. Надо сделать все с первого раза, Леха, чтобы не переделывать потом. Значит, Сэр. Короче, в общем так, в теории. Плюс-минус. Плюс-минус. По теории вероятности. Для того, чтобы наш трап фиксировался в положении, транспортном положении, как говорит Степан. Да это не Степан, говорит, это так и называется. Ну, так и называется оно. Нам в крайней петле нужно вырезать прорезь, выборку, сделать выборку для того, чтобы на штифте сделать еще маленький штифт. И он был запорным механизмом. Короче, штифт, который будет вот в этом стержне приваренный вот сюда. Ну, вот куда-то вот сюда он будет приваренный. Нам будет заходить в паз вот той втулки подседней и, соответственно, будет запирать весь этот механизм. Умеется у нас две вот такие пружины в наличии, а не на заказ. Нам, получается, нужно сделать прорезь в той втулке на то, насколько сжимается у нас пружина. Она сжимается у нас на 30. Все на 65, а так 30. То есть на 35 миллиметров она сжимается. Соответственно, прорезь в той втулке должна быть 35 миллиметров. Вроде как будто бы так. Вроде бы, да. Короче, вот, парни, видите, бабушка на месте. Будет она вот так позиционироваться. Вот, теперь нужно изобразить ручку. В общем, весь этот пружинный механизм, он будет вот здесь находиться, получается, у нас. И ручка будет вместе с ним ходить под пружинением, да, и будет выдвигать этот стержень сюда. Ручку, я думаю, сделать, наверное, грубо говоря, здесь 14-я вставка туда, также со сверлением. Здесь я сделаю пошире. Попробую сделать такую накаточку, типа как на болтах было. И здесь опять уходить в узкую. Соответственно, она будет такая, у нее будет удобно браться. И здесь, соответственно, будет уходить уже точно такой же толстенький бочонок сюда. Должно получиться симпатично. Но геморроя опять будет достаточно. Любишь, что вот это вот не хватает? Да, просто уже под конец, когда охота сделать, как-то все покайфом. Со временем уже, ребят, реальная проблема. У нас осталось вот эти выходные и следующие, да. Потом уже нужно отдать покраску. И там в притирку, получается, наверное, 26-го нам его отдадут. А 28-го нужно уже заезжать на улицу. Поэтому, блин, прям вот вообще мало времени осталось. В общем, последняя операция по ручке осталась. Сейчас вот этой штукой накатаю здесь красоту. Можно будет примерять. Что-то мы как-то слегонца подзависли на этом трапе, а конкретно вот на этом механизме, который будет запирать его в транспортном положении. Уже, честно говоря, наверное, часов, сколько, часов 5-6, наверное, на него потратили. Вот станок. Соответственно, вот эта стружка вся недавно убралась. Вот сколько наточили. Это все чисто с этого трапа. Вроде как будто бы осталось недолго. Сейчас скоро заделаем. Ребята, это жесть, короче. Блин, вы не поверите, мы до сих пор делаем эту ручку. С утра просто уже вечер настал. Но, соответственно, можете оценить. Будет это все выглядеть вот так. Получилось очень круто. Осталось подвориться здесь и подвориться снизу. Но сама суть уже ясна. Короче. Блин, ну... Секс. Реально секс. Братан, прокомментируй наш секс. Я немножко в афиге. Если так по-русски, так чисто. Аккуратненько. Не, можно было сделать реально все намного проще и быстрее. Выгнать просто прут. Но смотрелось бы, конечно, такая деталь, которая будет сильно на виду. За которую всегда будешь браться рукой. И каждый раз, когда ты будешь браться за нее рукой, будет приятно. Ну, как по мне. Не знаю, мне, блин, прям сильно нравится, как получилось. Сейчас я подворю и покажем, как она работает. Все готово. Леха, продемонстрирую. Подвижай. Опускай. Поднимай. Все. По положению зафиксирован. Благодаря вот этой бабушке нашей. Ну, я думаю, вы поняли суть этой работы. Получилось круто. В принципе, сказать нечего. А вы, кстати, можете сказать в комментариях, написать свои комментарии. Стоит оно этого или не стоит? Целый день, ребята. Поздравьте. Мы закончили с этим каркасом трапа. Все сделали. Ручка у нас такая. Делаем все красиво. Трапа так, кладем пластину сверху. И мы не будем варить. Знаете почему? Потому что мы устали от сварки уже. На самом деле. Это одна из причин. А вторая, чтобы было красиво. Не видно было тут швов. Мы пластину эту прикручить в АЕ. Чуть попозже, увидите. А те привариваем. А те привариваем. Где логика? Красота. Там не видно красоты. А здесь видно. Да, здесь потому что у нас задняя часть. Здесь будет номер висеть. Там кое-какие картинки. Здесь сварочные швы как бы не в тему будут. В этом плане, да? Поэтому, как я понимаю, вот эту мы сейчас приварим. Как Лёха сказал. Ой, блин, прикрутим точнее. Все, пора спадить. А те большие будем уже потом приваривать тогда. В общем, в принципе, по трапу осталось прикрутить только эту пластину. И он целиком полностью готов. Кстати, защёлкивает. Смотрите, как парень. Все, поднимаешь. И он сам раз. Короче, и встал. Вообще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Доброе утро! Так, ну что, ребят, как вы поняли, трап мы наконец-таки доделали. Мы потихонечку уже начинаем с Лёхой фантазировать, как мы на этом прицепе куда-нибудь отправимся в какой-нибудь трип. Предположительно, на юг, может быть, в Крым, если все будет нормально. Ну, или на худой конец в Сочи. Короче, ребят, из того, что осталось сделать, это следующее мы будем делать два короба под фонари. Дальше основной геморрой, который нам остался, это установить лебедку, которая будет поднимать нашу раму. И, собственно, все это разобрать, загрузить в микроавтобус и отвезти в покраску. На этом, скорее всего, постройка будет закончена, за исключением каких-то там небольших мелочей, типа наклеек. Колеса, кстати, нужно еще установить наши фирменные. Ну, не фирменные, а, как сказать, короче, рэповые колеса, на самом деле. Вася подобрал резину там под них уже. Осталось их переобуть и поставить на прицеп. Но это будет самый последний момент. Серийка получилась весьма концентрированная. Очень много контента. Я не знаю, на сколько минут. Наверное, минут на 30-40 опять она будет. На этом я предлагаю ее закончить. На этой прекрасной, отличной ноте. Потому что с трапом все-таки мы закончили, короче, завершили. Это была одна из самых сложных деталей, наверное, механизмов на этом прицепе. Все-таки мы сделали, и сделали это хорошо. Ребят, мы с вами прощаемся. До встречи в новой серии. Не переключайтесь. Пока-пока. Пишем. Это, может быть, с этим забыли. Сейчас Леха готовится. Небольшой тизер о том, что будет происходить в новой серии. Ждет вас. Смотрите прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok